Доброе утро, мои хорошие! Сегодня у нас 17 мая, четверг, да? Ну, кто не знал, тому говорю. И сегодня у моей сестры день рождения, поэтому я тебя поздравляю, моя любимая! Вот, всего тебе самого-самого лучшего! Здоровья крепкого, любви, просто на всю жизнь, чтобы хватило, и здоровых деток. Один уже есть, еще надо. Хочу сказать маме, мама, спасибо тебе большое, что родила мне сестру. Хотя в детстве я была немного другого мнения на этот счет, но, как видишь, ты была права, вдвоем гораздо веселее. Вот, люблю вас, мои родные. Папе, конечно же, тоже большое спасибо, что поучаствовал в этом процессе. Вот, в создании таких красивых, умных, замечательных деток, как мы. А главное, скромных. Вот, начитаю новый влог. Вам желаю всем хорошего дня, хорошей недели, потому что я не знаю, когда я закончу этот влог. В любом случае, пусть каждый день у вас будет пропитан счастьем, радостью. Смотрите, сколько я вчера набила палочек. Я вам сейчас скажу, сколько. 35 штук. Представляете, все за один день. Ну, герой. А я себе говорю, вот это вот, вышла я из коллеги. 35 штук. Теперь мне надо это все отгладить. И буду сегодня собирать тюльпанчики. Завтра надо отослать заказ. Ну вот, и готово. Мои листочки, мои цветочки. В общем, надо быстренько собираться и бежать на курсы. Иду я, девчонки, уже с курсов. Иду и думаю, в общем, чем же себя занять. Слушайте, у меня с завтрашнего дня и вся следующая неделя выходные. Представляете? Завтра, потому что Юаня надо где-то заменять. И у нас не будет курса. А следующая неделя выходная. Уж не знаю, почему. Может быть, кто-то знает. Садики работают, школы тоже. А у нас на курсе выходной. Не знаю, почему. Вот. И чем бы себя занять целую неделю? Думаю, что-то надо такое глобальное сделать. Может, у кого-то есть идеи? Не, ну, единственное, что, конечно, я буду учить слова. Я себе поставила задачу по 10 слов в день хотя бы учить немецких новых слов. Или хотя бы и старых слов. В принципе, хотя бы с артиклями. Потому что слова-то я знаю иногда, да? А артикли не знаю. Ну, в общем, буду себе писать по 10 новых слов. Буду тренироваться на теоретический экзамен. Стас ходил в мою школу по вождению. Те извинялись, извинялись. Сказали, что девочка там натворила дело. Ее уже уволили. Я так поняла, она не только с нами натворила таких делов. И сказали, что мои документы уже две недели как отправили. А они обычно где-то через три недели уже присылают письмо. То есть я так думаю, что где-то через недельку уже должны прислать мне письмо. И тогда как бы уже будем этот термин назначать, сдавать теорию, идти на практику. Короче, будет движуха какая-то. Так вот, я хочу понемножко повторить. Ну, я как бы и так не запускала, по чуть-чуть повторяла. Смотрите, какие розы шикарные, да? Красивые, большие, крупные такие. Молодцы люди, что высаживают цветы. Так вот, я и так вроде повторяла все это дело. Но хочу еще больше немножко потренироваться. Ну, чтобы точно быть уверенной, что я сдам. Вот, и все будет хорошо. Вот. Вы представляете, сколько всего можно сделать за неделю? Если правильно спланировать время, можно кучу всего сделать. А можно вообще ничего не сделать. Можно расслабиться, лечь и отдыхать. Что, в принципе, тоже хорошо. Хотела вам еще сказать, что сегодня я имела разговор с двумя девочками. Одна из Нигерии, другая из Эритреи. И как раз вот они жаловались на то, что... Ну, в общем, моя тема, да? На то, что почему те, кто ходят на курсы, не делают домашние задания. Вот уже шесть недель, как мы все еще топчемся на дателе-аккузативе. Мы постоянно возвращаемся к этой теме. И, ну, прекрасно видно, да, что человек сидит рядом. У него вообще не сделана домашняя работа. То есть ничего не написано. Он дома не работал, эту тему не прорабатывал. Он пришел на курсы и опять начинается. Она его спрашивает, а он ничего не может сказать, потому что, естественно, ну, как бы он не понимает, что ему говорить, да? И он начинает ей опять говорить. Я вот ничего не понял. И она опять же в тридцатый, в шестидесятый раз начинает ему объяснять опять одну и ту же тему. Опять у нас дател-аккузатив. Вот. И девчонки сегодня опять стояли, опять жаловались. Вот почему так происходит, почему дома никто не учит. В итоге не я одна, в общем, таю в себе такое разочарование. Многие, кто об этом задумываются и многим, кому это не нравится. И в итоге сегодня мы уже рисовали там таблицы с этими всеми артиклями, с местоимениями, с падежами, которые используются в датеве, в акузативе. Ну, в общем, хорошо. Я сегодня опять это все повторила, мы опять нарисовали таблицы. И что я хочу сказать, что ничего все равно не изменится. Те люди, кому эти курсы нафиг не сдались, так они и будут ничего не делать. Вот у нас будут каникулы завтрашнего дня и на всю неделю, уж не знаю чего. Нам Неда дала ксерокопии, которые мы можем там дополнительные, да, посвятить время и поделать эти ксерокопии. Йоанна же ничего нам не задала. У нее совсем другой подход. Она сказала, ну, это же типа фарен, праздники, вам будет не до этого. Поэтому я вам не буду ничего задавать. Вы вот отдыхайте, потому что много новой информации. Пусть она вот в голове уляжется. А я себе думаю, что мы за эти 10 дней просто забудем этот немецкий язык, если не будем его практиковать. Потому что если была бы домашняя работа, все равно мы бы ее сели и начали как-то делать. Потому что, ну, в общем-то, да, прийти совсем с пустыми руками неправильно. А так, получается, нет. Вот у нас 10 дней будет отпуска. И все, конечно, там прыгали, скакали, хлопали в ладоши. Типа классно, классно, никакой домашки, мол, Йоанна не задала. Она такая офигенная учительница. Просто the best подружаечка наша. Молодец. Ну, у меня на этот счет другое мнение. И вот девочки, которые сегодня разговаривали, стояли, то у них тоже абсолютно другое мнение. А все почему? Потому что обе эти девочки матери-одиночки. Им нужна работа. И они хотят изучать язык. Им он нужен. Вот тот человек, которому нужен язык, он будет учить его и дома, и на курсах, и требовать, чтобы его учили. Потому что, хотя я плачу, да, за себя сама, эти две девочки, за них платит город. Вот. Но они эти деньги, они отрабатывают, они учатся, и они к чему-то стремятся. И вот у них тоже вот этот вот вопрос, почему мы топчемся на одном месте уже шесть недель, у нас никакого прогресса нет, ну, как бы у нас прогресс есть, нет у группы прогресса, и учителя все еще посвящают этому время. Я, конечно, не знаток преподавания, и не знаю, как бы, как правильно это учить. Возможно, и нужно уделить этому прям столько времени. Но я вижу, как поверхностно мы проходим все остальные правила. И что вот, ну, чем дальше в лес, да, чем больше дров. Если это изначально не учить, то сейчас, вот уже по прошествии четырех месяцев, естественно, нагрузка стала больше. Уже нужно писать письма, уже нужно говорить более полными предложениями. Уже мы составляем не простые предложения, а с предаточными предложениями. И вот эти вот связки все, там, while, then, does, то есть как строятся предложения. Естественно, это уже все в ходу. А народ не может употреблять, как строить эти предложения, потому что у них уже изначально была заброшена грамматика. И я понимаю, что, да, там, все ответственные, они все так подходят к тому, чтобы вот дать там как можно больше, чтобы вот это, не знаю, просто забетонировалось в голове. Но все остальные от этого страдают. Потому что сейчас мы проходим, да, вроде как не такие главные правила, но они дополняют язык, да, они делают язык красивее. И как бы ты там ни ставил эти дативы и акузативы, но если ты строишь предложение неправильно, это все равно получается некрасивая речь. И как-то люди к этому тоже начали приходить, доходить, у них начали появляться вопросы, а как же дальше, а что же будет дальше, а дальше, да, чем дальше в лес, тем больше дров. И в группе появилось неудовольствие преподаванием. Я уж не знаю, как правильно это сказать. Неудовлетворение, пусть будет так. Так что я со своей стороны хочу сказать, что Иоанна, мне кажется, она стала делать прогресс. Вот сегодня первый раз за 4 месяца она проявила такой творческий подход с этими плакатами. Вот она принесла сегодня бумаги, маркеры, и мы стали рисовать эти плакаты, которые... О, классно, грин приехал. Ура! Распаковка гриля! Давай, тащи ножик, я дорасскажу, и покажем, какую мы себе няшечку купили. Да, поэтому она меня несколько сегодня даже удивила, что вот так проявилась ее творческая натура с этими плакатами. Это первый раз. От Неды это стоило было ожидать, потому что она каждый урок нам что-нибудь новенькое придумывает, и анекдоты немецкие, и пословицы, и поговорки. Но у Иоанны это сегодня случилось впервые. Возможно, начало положено. Так, я высказалась, а теперь давайте я вам покажу, какой гриль мы себе прикупили. У меня здесь творческий беспорядок. Я собираю тюльпаны. Та-та-та-там, та-там! А не можно? Иоанне можно, конечно же. Мы в последний наш визит к друзьям присмотрели у них вот такой вот гриль. Мы жали здесь сосиски на балконе прямо у них. Они тоже живут просто в квартире. И это такой вот балконный гриб. О, гриб. Гриль! Капец! Так, это какое-то варенье, не варенька, а как это? Соус, паприка, томаты, чили. Это разжигать гриль. Ой, какая классная, слушайте. Я себе купила, но пластиковую такую. А теперь вот есть, видите, резиновая, прорезиненная. Крутая. Обалдеть просто. Стас решил нам заказать его синего цвета. Нет, это только черное. Будем теперь грилить, кому что нравится. Овощи, фрукты, маршмеллоу, рыбу. Все перелет. Маршмеллоу не получится, маршмеллоу в огне надо. Да, ну ладно. Ну хорошо. Ну, пиццу можно делать, да, по-моему, здесь специальная подставка есть под пиццу. Сколько стоит он, Стас? Нет, подставку под пиццу надо докупать отдельно. А там вон решеточка есть, что думаешь, на решеточке нельзя. Зая, а сколько он стоит? Ну, вот этот стартер-комплект с углем и с этим. 160 евро, да, что это такое. Зайка, это... Да, это не надо. Это влагопоглотитель. А что это ты на себя надела, красавица моя? Я же не сам. Нет, ты ножницы испартишь. Это пластиковые. Бабушка Тома, мы тебя ждем. В августе приедешь, будем грилить на балконе. Сосиски, рыбку. А пиццу? Будет у мужа это, товарищ по пиву. Вернее, как это, по вечерним посиделкам. Ну, открывай. Ты прыгаешь, да, моя пицца? Давай. Смотрите, в какой упаковке он крутой. Анечка, ну мне так не видно ничего. Ты, солнышко, давай или в эту сторону, или в эту. Сережка, эту книжку только на место потом делаешь. Его можно, кстати, брать с собой на озеро. Да, вообще, куда угодно можно брать, потому что он стационарный, огня там никакого нету. Зая, покажи, какой ты красивый. Уже красивый. Сегодня вообще уже почти ничего нету. Вчера был, конечно, такой хомячок. Ух! Уже начал, кстати, синяк проявляться. Кирилл, ты вытащил, но на место не положил. Молодец. Прищелкивается эта решеточка. Так, на решеточку как раз вот и грилить. Это зеркало. Ага. А тут где-то внизу еще батарейки вставляются, потому что у него тут принудительная нагнетация. Да, вот сюда 4 батарейки вставляются. Мы сейчас поедем скупляться. Ну, мы сегодня грилить-то не будем. Не, ну, сегодня нет, но батарейки-то можно купить. Не надо ножки ставить туда. Это некрасиво, Кирилл. А! Ой, там комплект батарейки есть. Все предусмотрено. Видишь, за 160 евро тебе даже батарейки положили. Это вот для... А куда же наливается? Куда что засыпается? Сюда вот. Кирилл, подожди. Так, ставится. Вот сюда наливается гель. Угу. Вот сюда гель поджигается. Потом вот сюда насыпаются угли. Угу. Вот сюда ставятся. И горят. Ну, фактически тогда нагрев идет вот... А, он отражается, я вижу, от серединки и распределяется. Принцип газовой комфорты. В принципе, да. Ну, только без огня. Да. А жар просто распределяется. И не бывает же и газовый. А там, получается, внизу батарейки и как, вентилятор, наверное, да, какой-то? Не раздувать. Ага. Кирилл, пальчик забери. Ну, будем пробовать на выходных, если вдруг дождя не будет. Ага. Может, эту кошку снять? Счастье в доме-то какое. Все дети собрались, да? Папа. Кирилл, пожалуйста. Вот. И хранить его удобно. В сумку засунул и норм. Туда же и угли, туда же и... А, не, угли туда отдельно, да? Угу. Хотя угли можно вот в кастрюлю положить. Можно. Возьми, возьми, посмотри. Ну, все. Будем мы наслаждаться своей новой покупкой. Ага. Оп. Загорелся. Красотун. Вот. Зажим. Чем сильнее будет дуть, тем больше жара будет. Ага. Ну, смотря для чего надо, да? Маленькие покупатели. Давай, иди вперед. Аня, иди за Кириллом. Дети на закупке. Все, Аня выросла, и ей тоже надо. Вот старший деть тоже на закупке. Куда вы пошли? Нам туда прямо. Аня устала покупать, да, Аня? Но не дает ей помогать, ну, совсем. Помощники. В целом, первый букет у меня готов. Вот такой он получился. Яркий, желтый, насыщенный. В жизни он еще насыщеннее, потому что, ну, как вы понимаете, камера и плюс вечерний свет съедает весь цвет. Ну, в общем, один готов. Это из 15. И сейчас я принимаюсь за тот, который из 18. Ну, мне нравится. Не знаю. Скажите, а вам как? Нравится? Субтитры создавал DimaTorzok